Good morning! Саши, good morning! Доброе утро, дорогие друзья! Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. Мы в Дели, в отеле Хари Кришна. И Саши говорит, Пойду-ка я, Сайра, здравствуйте. Пойду-ка я почищу уши. Он с утра проснулся. Мы вчера приехали, и что-то как-то я вымоталась. Часов восемь, наверное, уснула. Не, мы сразу уснули часов в пять. Пару часов проспали. Он говорит, пошли ужинать. Я говорю, я даже ужинать не могу. Я буду дальше спать. И сегодня утром он меня разбудил в семь утра. Принес омлет. Но я бы еще, конечно, поспала. Но сколько можно спать? Потом он сходил, позавтракал сам. А я помонтировала немножко. И сейчас он говорит, я вспомнил, мне нужно срочно почистить уши. Я говорю, ну я уже, в принципе, проснулась. Я, говорит, возьму рикшу, съезжу туда, вот туда к железнодорожной станции и почищу уши. Я говорю, ладно, я тоже с тобой поеду. Немножко поснимаю. Так что вы знаете, что сейчас будет. Кому это действие травматично, вы лучше отключите. Ага, здесь, говорит, держись. Прыгает. Мой любимый Мейнбазар. Да. Провел здесь очень много времени. Говорит, 40 лет назад я тут по одному, по два, по три месяца здесь проводил. Он, говорит, не поменялся. Друзья стали старше, кто-то умер. Это из его друзей. А так ничего не поменялось. Ну, когда я первый раз приехала в 2009-м, здесь мне кажется, почему-то, что не было асфальта. Какие-то коровы ходили. Потом положили асфальт. Ну, это мне так кажется. Это мое воспоминание. Что-то такого хочется. Витами. Оранжевый жидкий или что-то. Какое-то. Мама, когда мы с вами с вами с вами. Везде, говорит, есть джиус. Спрашивали, где же наш ухачист любимый? А вот же он. Любимое развлечение индийцев, в том числе моего мужа, это чистить уши на улице. Ухачисты в каждом городе присутствуют. Это, конечно, на это даже страшно смотреть, но они вот чистят. Он говорит, два месяца уже не чистила, и кажется, что-то не то, чего-то не хватает. Еще что-то и заливают даже туда. Мохон. Его зовут Мохон. У Кришны много имен. Одно из них было Мохон. Человеку явно нечего делать. Стоит, наблюдает, любуется. Ну, как и мне, в общем-то. Он говорит, больше 50 лет я чищу уши таким образом. Центр. Мама, ты мне 20 лет. Мама, which one do you like? Помогрант. Помогрант. Два помогранты. Барабанда. Все спрятано. Я люблю контролировать. А у него все попрятано сейчас. Или воды добавит. Или льда, или сахара. Электрическая, что ли. Добавляет вот этим ковшечкам зернышки граната. Сколько китна? 100 рупий один. Ну, конечно, разбавленный. У нас в футапарте вообще не разбавленный делают. Много воды. Две трети, наверное. И сахар добавлен. Идли, как много идли. В этой аптеке Саши заказывает для мамы Осту кальциум. Я сейчас попросила заказать сразу 30 бутыльков, чтобы ей хватило на целый год. Ну, все, сейчас переоденемся и поедем в гости к Индре. Саши позвонил своей сестре, она очень рада, что мы в Дели, и что у нас есть время к ней заехать. Привет, друзья, мы находимся в Дели на Мэйн-базаре. Очень-очень жарко. И сейчас мы едем домой к Индре, и сейчас мы едем домой к Индре, к сестре Саши. Он ей утром позвонил, сказал, что мы здесь. Она говорит, приезжайте, приезжайте. Вы, говорит, одни или с какими-нибудь еще русскими друзьями? Потому что мы часто привозили к ней в гости русских друзей. Она их приглашала, очень любит. Ну, как часто? Три раза. Марину, Олю из Испании и Анну. Ругаются. Перекрыли. Ехать вообще-то далеко. Лучше бы такси, наверное. Здесь такси дешевле, чем рикши. Я думала, так вот, поеду. Ну, говорит, сейчас поедем на метро, наверное. До него еще идти. Надо бандану одевать. Очень жарко. Под 40 тоже. Все, передумали метро. Метро передумали. На рикши. Это был его ужин. А я ничего уже не хотела. Перед нами машины Тата, индийского производства. Тата-Чай, Тата-Металл, Тата-Гостиницы, Тата-Автобусы делают, машины огромные. Отель, да, вот в Тадж-Махал отеле в Мумбае, это семье Тата принадлежит. И даже сейчас Air India, авиакомпания, им принадлежит. Занимаются много благотворительностью, много отдают на добрые дела, пожертвования к своей прибыли. Занимаются много благотворительностью, много отдают на добрые дела, пожертвования к своей прибыли. Это возит пассажиры с тобой. И для ног тоже подставки там есть. Кормят голубей на площади. Водички им наливают. Мы приехали в гости к Индре, к сестре Саши. Это их съемное жилье. Они сейчас свой дом перестраивают. Он был трехэтажный, теперь будет пятиэтажный. Сейчас проехали, посмотрели. Конечно, там огромная стройка. Хаджа. А, душ принимает нам, потому что ей позвонили давно. Ну, а когда выехали, мы ей не сказали, что мы выехали. У нее наемные работники. Это вот съемное жилье. Разный просад из разных темплов. Индра принесла. У нас есть много друзей. Они все едут в разных темпах. Сейчас будний день. Мальчик, который младший внук Картавья. Он сейчас в школе в 3.30 придет. Он в седьмом классе. Старший. How many years in England he has to be? One more year for master. Старший учится в Лондоне. И ему еще осталось год учиться. Смотрим фото Индры. Молодая такая. Дети маленькие. Сынок приходил. Дахи вода. Дахи это кисломолочный продукт. Вода это значит вот эта вот штучка, шарик. Девочка, помощница по хозяйству, принесла Кришне еду. Целая талия. Там рис и еще что-то. Вот этот уголочек, где темпл. Одна история, говорит, там один свами, гуру. У него был мальчик, который все время помогал, ассистент. И в храме было 15-16 статуи разных богов. Однажды этот гуру поехал путешествовать на несколько месяцев далеко. Он сказал людям, которые продают муку, рис, дау. Он сказал, когда мой ассистент придет, ты ему отдавай еду. Я заплачу, когда он вернулся. Через три месяца вернулся. Пошел в магазин, говорит, сколько я должен заплатить. И он сказал, огромные какие-то деньги, там 40 тысяч рублей. Он говорит, почему так много? Он говорит, и твой мальчик уносил каждый день 10 килограмм этого, 5 килограмм того. И гуру спросил мальчика, что ты делал, так много еды, куда ты делал. Он говорит, я готовил еду всем нам. И я сказал с татуями, если вы не будете есть, я не буду есть. И они стали настоящими, как бы, человеческими. И ели со мной каждый день. Она реально ложка их всех кормит. Это история о том, что если ты действительно очень преданный Бога, Бог тебя слышит и делает то, что ты хочешь. Да, я слышала такие истории. В интернете даже есть, как Ганеша начал там пить молоко, и исчезало молоко. Я даже видел это на YouTube, как Ганеша drinks молоко, и молоко disappears. Спасибо. Спасибо. Дай, 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 дай. Пакура. Пакура? Пакура. 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 Мама, давай чуть-чуть страй. Ага. Беги, очень вкусно. А, что вы имеете в виду, безвеж? В вашем доме все, безвеж? Нет, мужик, сын, безвеж. Мед? Не только я, безвежь. Айскрем? Да. Три из нас. Адам, кастрюль. Мама, не кастрюль. Веда, в середине. Которые натики. Мама, в середине. В середине. Мама, в середине. Ох, здесь. Обращайтесь. Спасибо. У нас есть, а с помощью техники. Я ищу. Раппират, паузов. Папа убежал. ну ты молодец чего тебе не сидится в лифте то в лифте вентилятор водитель саши говорит нас только до метро дальше мы на метро поедем метро делийская хорошее your cap папа кепочку кепочку забыл девушка закрывает ворота там у них дома 3 девушки работают каждые 11 месяцев они меняются из агентства и водитель вот не знаю сколько водителей один все время ждет еще отдельная девушка приходит стирать рядом с гиперсом и безусловно Надо немножко велосипедик отогнать, чтобы не поцарапать машинку. Спасибо. Спасибо. А, Киртинагар. Станция называется. Метру Дели. How much one? 30 рупий один билет вот от этой станции до Рама Кришна Мишин. И здесь, как в аэропорту, сумки на просвет. Обыск вот так в кабинках с металлоискателями в метро на каждой станции. К платформам вот можно по лестнице подойти, можно на лифте. Саши поместился, но был перевес. Не знаю, он приедет или придет. Приедет, наверное. Пришел, прибежал, не приехал. В основном здесь метро надземное. Над землей. Первый вагон всегда женский. Не знаю, как в других городах. В Делиском метро там розовая надпись. Для женщин только. Мужчинам туда нельзя входить. Это очень удобно. Ну, все остальные вагоны смешанные. Какие там новостройки. Едет? Камин? Ага, камин. Вот свадебка. Здесь реклама вот этого оркестра свадебного. Да, for music. Чау-ла-банд. Да. Ройлайф. 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 Тут для... Написано. Синьор фитизм. Так что это для пожилых. Они уступают, соглашаются. Вполне. Без споров. Каждая станция всего 2 минуты. Смотри, darling, charger. Кто-то забыл этот телефон. Но этот человек с телефоном в руке. И другой человек с телефоном в руке. Это значит, что кто-то забыл? Кто-то, может быть, забыл этот телефон, потому что один с телефоном и другой с телефоном. Он говорит, у некоторых 2. У меня вообще 3 телефона, но как-то... А, вот кто. Все понятно. А я запереживала. Ну. Ашрам Рамы Кришны. 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 Продолжение следует...